Я уверен, что среди наших зрителей предостаточно активных пользователей смартфонов. И я также уверен, что многим знакома ситуация, когда к обеду или чуть позже ваш электронный помощник уже просит кушать. Да, это современные реалии. Дома, в офисе, везде торчат кабели, а в сумке всегда дежурит Powerbank. И как раз сегодня мы поговорим о смартфоне, который позволит вам забыть о зарядке как минимум дня на два, при этом не жертвуя ни удобством, ни функциональностью. Встречайте, Lenovo Vibe P1M. Смартфон не удивляет комплектом поставки, ни набором, ни качеством. В упаковке пользователь найдет зарядное устройство, microUSB кабель и простенькую стереогарнитуру, которую сразу стоит заменить на что-то приличное. За время использования меня не покидало ощущение, что смартфон выглядит дороже, чем есть на самом деле. Этому способствует полировка грани боковой окантовки, объектива камеры, каждой клавиши и черный блестящий кант дисплея. Хотя мы все прекрасно понимаем, что ничего нового здесь нет. При таком внешнем виде ожидаешь от P1M и премиальных тактильных ощущений, однако смартфон целиком изготовлен из пластика. Пластик оказался довольно приятным на ощупь и практичным. Отметить стоит заднюю крышку с soft-touch покрытием и ухватистые боковины. Качество сборки заслуживает хорошие оценки, но не высшие. При сильном сдавливании по бокам можно услышать скрип и почувствовать прогибы боковых панелей. К задней крышке претензий нет. Она достаточно толстая и жесткая. Lenovo Vibe P1M обладает достаточно типичными габаритами для современных бюджетных и среднеуровневых смартфонов, за исключением толщины, составляющей 9,3 мм. За это, а также за вес в 148 грамм, стоит благодарить емкий аккумулятор. В жизни смартфон смотрится компактнее, чем он есть по паспорту. В этом помогают скошенные грани, визуально скрадывающие реальную толщину. А использование пластика и хорошая балансировка позволяют ощущать смартфон в руке крепким, сбитым, но не увесистым и не утомляющим руку при длительном использовании. Расположение органов управления и разъемов во многом типичное для смартфонов Lenovo. Правая боковина содержит на себе клавишу блокировки, а над ней качельку регулировки громкости. На нижней грани находятся отверстия динамика и микрофона, на левой боковине находится сдвижная клавиша включения режима энергосбережения. А верхняя, традиционно для многих смартфонов Lenovo, использована для интерфейсных разъемов microUSB и mini-jack. Не самое удачное решение, особенно при желании использовать в паре со смартфоном док-станцию. Кстати, сам дисплей дополнительно защищен окантовкой, немного приподнимающей его над поверхностью, в случае, если вам нужно будет положить его экраном вниз. Экран Lenovo Vibe P1M не преподнес сюрпризов, особенно с точки зрения стоимости смартфона. Перед нами достаточно распространенная IPS-матрица с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280 на 720 точек. Дисплей демонстрирует в целом хорошее качество изображения, но не более. Замеренный уровень максимальной яркости находится на уровне 334 столь любимых зрителями Hotline Video кандел на метр квадратных, а контрастность составляет 1 к 600. Не лучший результат, находящийся на уровне совсем бюджетных моделей. На солнце дисплей остается читабельным, а углы обзора в целом находятся на отличном уровне, здесь они практически максимальные. Отметить стоит и хорошее олеофобное покрытие. Смартфон оснащен энергоэффективным процессором Mediatek MT6735M, в основе которого лежат 4 ядра Cortex-A53, максимальная тактовая частота которых равна 1 ГГц. В паре с процессором работает графический ускоритель Mali-T720, чего в данном случае хватает для любых задач, кроме тяжелых игр. Хотя поиграть во что-нибудь уровне Real Racing 3 вы сможете, однако не стоит надеяться на достойную частоту смены кадров. Еще одним достоинством аппарата являются 2 ГБ оперативной памяти, из которых чуть больше ГБ доступно пользователю после загрузки. Объем постоянной памяти равен 16 ГБ, который можно расширить за счет карт памяти. Из коробки Vibe P1M работает под управлением Android 5.1, а в качестве оболочки используется фирменное решение от Lenovo, отличительной чертой которого является возможность смены тем. Традиционно для смартфонов компании P1M поставляется с довольно большим количеством предустановленного софта, полезность которого, как обычно, находится на низком уровне. Первое, что бросается в глаза после непродолжительного использования – плавность работы интерфейса и общая скорость работы. Здесь это все находится на очень высоком, нехарактерном для данной ценовой категории уровне. Для фотографирования друзей производства себяшек предлагается стандартный набор 8-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная, которую ценят любители автопортретов. Качество снимков прямо пропорционально уровню освещения. Хороший резкий кадр можно получить только в солнечный день. Предусмотрен стандартный набор настроек для аппаратов этого сегмента, а запись видео возможна в разрешении 1280 на 720 точек. Устройство оснащено весьма емким аккумулятором на 4000 мАч. Самостоятельная замена аккумулятора не предусмотрена. Итак, за время тестирования в паре с не самым мощным процессором и Android 5.1 на борту, смартфон продемонстрировал очень хорошие показатели как в синтетических тестах, так и при реальном использовании. При модели использования «все, кроме игр» смартфон гарантированно позволял забыть о зарядке двое суток, причем на утро третьего дня у нас оставалось около 30% аккумулятора. И здесь пора вспомнить о режиме энергосбережения, для включения которого Lenovo предусмотрела отдельную клавишу. После переключения стандартный рабочий стол сменяется на упрощенный, предлагается доступ только к наиболее востребованным функциям, яркость экрана снижается до минимума и отключаются все беспроводные интерфейсы. Кстати, Vibe P1M также может выступать в качестве внешнего аккумулятора для других устройств. Конечно, в этом случае ОТГ-переходник в комплекте не помешал бы. Длительность полной зарядки аккумулятора с нуля занимает приблизительно 3 часа 20 минут, а за 10 минут смартфон способен пополнить заряд на 10%, чего хватает еще на несколько часов относительно интенсивного использования. Итак, по результатам использования я могу с уверенностью сказать, что перед нами не очередной овощной телефон с емкой батареи. Да, у него не лучший экран, не лучшая камера и не лучший для игр процессор, но тем не менее он шустрый и стабильный в остальных задачах, выглядит по-строгому стильно и действительно заставляет забыть про все эти кабели и батарейки. Заменил бы я свой нафаршированный ядрами, гигабайтами и мегапикселями некогда флагманский смартфон? Может быть и нет, но вайп P1M заставил меня задуматься. С вами был Виталий Богданов и Hotline Video. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока!